Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодня тема ролика будет довольно-таки жуткая, потому что по просьбам моих подписчиков я хочу все-таки это сделать. Я не успел, точнее, не знаю, скорее всего, я каким-то образом потерял этот скриншот, но не суть, ребята. Очень часто мне под видосами, по видосам, собственно говоря, тем, где я снимал мифологию Симуляторов Автомобиля 2, часто подписчики писали личи, проверь туннель. На текстурах туннеля есть лица и непонятные вещи. И этот комментарий мне писал не один подписчик точно, а 2 и 3, там много. Но почему-то я ни одного сейчас не нашел, поэтому прикрепить не могу. Но суть ролика остается той же, что очень многих подписчиков действительно мучает вопрос тем, что на острове, в туннелях, на текстуре земли есть какие-то картинки. То есть там то ли лица, то ли что-то еще. И сегодня я хочу это сам, собственно говоря, проверить, разглядеть и узнать. Поэтому, ребята, обязательно присаживайтесь по-удобненькому. Сегодня, собственно говоря, выходной день, суббота, можно прямо отдохнуть. Всем, кто на премьере, пишите плюсик обязательно в чат и кидайте скриншоты, собственно говоря, того, что вы сидите на премьере в небо ВКонтакте. Всем, кто смотрит мои видосы на премьерах, я буду добавлять друзья. Поэтому, дружище, если ты не успел на премьеру, нажми на колокольчик прямо сейчас, чтобы никогда не пропускать. Потому что самые крутые ребята, самые верные подписчики смотрят ролики на премьере. Поэтому, дружище, ты должен всегда знать, когда ролик выходит. Я всегда премьеру планирую наперед, то есть я там за несколько часов точно ее делаю, чтобы каждый успел подготовиться, нажать на кнопочку прислать уведомления. И, собственно говоря, для каждого я это делаю. Поэтому, ребят, это очень сильно важно. И досмотрите видос до самого конца, и ищите в нем кодовое слово. Поэтому, ребята, давайте уже поедем на остров. Сейчас доедем до дороги и поедем уже на ней. Поэтому обязательно также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Давайте добивать 123 тысячи подписчиков. Уже реально, ребят, осталось совсем чуть-чуть. Поэтому давайте уже все-таки добьем. И узнаем, что же все-таки там на этих текстурах. Я, честно говоря, ни разу их не разглядывал, но ради подписчиков, ради того, что мифология многим ребятам интересна, я хочу этот ролик снять. Поэтому, ребята, если у вас есть тоже свои вопросы или что-то хотите, чтобы я проверил симулятор автомобиля 2, обязательно, собственно говоря, нажимайте на кнопочку лайка и пишите в комментарии свои, собственно говоря, догадки, свои вещи. Можете пишать мне во Вконтакте, в личные сообщения, можете в мою группу, ребят, ссылочка будет в описании, симулятор Лича 2. Туда можете публиковать все, что хотите. Это очень сильно важно. Вот такие вот блины. Ну, а мы уже заезжаем на остров, дорогие друзья, и посмотрим, что же у нас там есть. Потому что многие подписчики писали, что именно на нем, а, собственно говоря, в различных туннелях, есть какие-то жуткие вещи. Поэтому давайте искать туннель. Я думаю, что первый туннель, это пускай будет вот этот. Собственно говоря, мы его тоже, я его ни разу не проверял. Мне он всегда казался странным, лишь из-за того, что у него, да, тут совсем текстура другая. Давайте будем проверять, что у него нету никакого эхо, когда в него заезжаешь. Поэтому сейчас будем это узнавать, дорогие друзья, и пойдемте пешком. Первое, дорогие друзья, на что хочется обратить внимание, это на любые текстуры. То есть давайте разглядывать все любые деревяшки, что у нас есть, и смотреть на них. Пока что, пока я вот смотрю на это, я ничего такого, в принципе, не вижу абсолютно. То есть, в принципе, обыкновенные деревяшки, которые из себя ничего, в принципе, не представляют. Обычная текстура, которая повторяется, потому что, ребят, можно видеть отзеркальность. То есть вот тут точечка, и вот тут точечка. То есть это текстуры одни и те же. Дальше, если спускаться, то так же. Они абсолютно идентичны друг к другу. Вроде ничего такого нет. Давайте пройдем дальше и будем разглядывать землю. Тут я тоже ничего пока что не вижу жуткого. Дальше. Если заходить внутрь, мы видим кирпичи, которые идут вдаль. То есть они не заканчиваются. И если их разглядывать, то пока что я не вижу никаких лиц. Тоже, ребят, отзеркаленные текстуры. Вот тут видно, что одно и то же. То есть кирпичики повторяются везде. Вот два черных кирпичика, два черных кирпичика. Просто картинка, картинки. Отзеркаленные и все. Окей, давайте глядеть дальше, что тут есть. В принципе, на первый взгляд, я вот так хожу, смотрю. Ничего не вижу такого жуткого. Но да, вот эти вот моменты чуть-чуть как-то непонятны. Очень похоже на какое-то НЛО. Но это, ребят, как будто отзеркаленные картинки. Окей, давайте дальше пробежимся. Текстуры, да, немножечко жутковат. Согласен. Потому что они повторяются, отзеркаливаются. И создают странные рисунки. И это действительно, ну, не прям уж очень жутко. Но я бы сказал, что все равно может немножечко как-то испугать новых игроков или прочие вещи. Тут у нас уже находится УАЗ Патриот разбитый. Как вы видите, дорогие друзья, вот там вдали, вот он УАЗ Патриот. Да, но он сегодня нас не интересует. Пока же, что, кстати, его загадку разгадать не получилось. И, ребята, вот хочу что сказать. Никогда не спрашивайте эти вопросы у разработчиков. Потому что, действительно, ребят, это самое глупое. Это все равно, что писать режиссеру фильма и просить раскрыть его смысл. Эти вещи должны догадываться сама аудитория. Люди, игроки, собственно говоря, должны это делать. А разработчики специально добавляют что-то в игру, чтобы игрокам было интереснее играть. Чтобы они могли разгадывать что-то. Они, естественно, притворятся и скажут, что нет никакой пасхалки. Нет ничего в игре. Это просто игра. Но никто никогда не сразу не скажет правды. Я вам просто уверяю. Потому что это обычная игра про гонки. И в нее добавляют некоторые изюминки. Поэтому, ребят, думайте сами и думайте головой. И все будет вообще отлично. Первый мост мы проехали. В принципе, собственно говоря, этот туннель был пройден. То есть в нем ничего такого жесткого, да и не нашел. То есть это есть, да, дорогие друзья, туннель. Это тот самый называемый туннель. У нас еще есть туннели, которые находятся вот там, вдали. Давайте поедем к нему. В котором мне рассказывали подписчики. Кто помнит, кто смотрел ролик, лайк. И подписчик мне рассказывал, что там есть какой-то либо непонятный и жуткий так называемый туннель с порталом. Но портала там не оказалось абсолютно. Но это не важно. Важно то, что мы сейчас будем искать дальше, дорогие друзья. Второй мост. Точнее, второй туннель, где, возможно, мы увидим какую-нибудь разгадку. Окей, наверное, у меня сейчас опять будут проблемы с поиском этого моста. Но он, туннель, точнее, я вот почему-то немножечко путаю некоторые слова. Но он находится вот в той стороне. Давайте смотреть, почему бы и нет. Все это находится в той стороне. Блин, как же тачку перекручивать? Ё-моё, я просто в шоке от всего. Но ладно, в принципе, чё поделать. Поэтому давайте вот так немножечко спрыгиваем. С одной стороны, хоп-хоп, на другую. И вот тут нам нужно будет проехать чуть подальше. Я помню, что где-то вот тут, да, вот он второй туннель. И давайте разглядывать его, что у него тут есть. Но эти текстуры намного другие. То есть они, в принципе, все одинаковые. Этот туннель какой-то прям как джунгли. То есть если его разглядывать, то никакого особого рисунка я на нём не вижу, дорогие друзья, в принципе. Но, возможно, тут и есть какие-то странные разгадки, странные картинки, чего-то, что мы не замечаем. А может даже дело касаться того, что я просто чего-то не вижу. Потому что, возможно, да, ребят, если вот так посмотреть, ну, согласитесь, немножечко жутко. Вот тут видно глаза, вот тут клюв и какое-то вот такое вот лицо. Но это, ребят, уже воображение, смотря как у кого играет. Если вот так ходить, тут реально можно увидеть лица различные. Вот, ребят, посмотрите. Опять же, то есть вот смотрите, вот тут я лично вижу лицо. Не знаю, как вы, но вот это я вижу лицо. Вот глаза, тут что-то ещё. Заходите тоже в игру и рассматривайте, пишите, скидывайте скрины, что вы видите. Возможно, я чего-то не догоняю. Но да, вот, ребят, опять лицо. Я вижу его отчётливо. Я не знаю, как вы, но вот я вижу лицо. Да, немножечко жутковато. Но окей, в принципе, это последний туннель в игре, если не ошибаюсь, на острове. Если я не прав, то, ребят, поправляйте меня в комментариях, отправляйте скриншоты, где находится ещё один туннель. Я проверю обязательно и расскажу вам. Потому что, ну, я вроде проверил всё, что есть в игре. Кстати, туннели на карте не отмечаются. Это очень интересный факт. Не знаю, почему. Надеюсь, разработчики этот момент подправят. Поэтому, ребят, в принципе, на этом всё. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии, кодовое слово в этом ролике. Пускай будет спуск с горы. Все, кто напишет слово спуск с горы, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.